Девушки отдыхают Пойдете вы туда или все-таки побоитесь, учитывая, что коронавирус-то никуда не делся? Вот я как раз, прошу прощения, смотрю сейчас на свежую статистику. 140 новых случаев зарегистрировано за сутки. Да. Но при этом в статистике, конечно, 60. Потому что сейчас, как ты помнишь, они делят на тех, кто с симптомами и без. То есть с симптомами 60. С симптомами 60 и 80 бессимптомных носителей. И никто никак не может понять, зачем их разделяют. Потому что и те, и другие одинаково заразны. Опасны для окружающих. И учитывая, что это эпидемия, пандемия, то какая вообще разница с симптомами ты или без. Но тем не менее, вот 60 с различными симптомами и 80 бессимптомных носителей. Два человека скончались еще. То есть 22 общее число погибших. Мужчин, оба жители Малмышского района. Одному 50, по-моему, второму 53 года с утра. Я видела эту новость. Но вот, к сожалению, пока как-то так. Общепит, тем не менее, сейчас. Пикеты. Под вопросом. Потому что на этой неделе, насколько я понимаю, должно быть принято решение открывать кафе или не открывать. Прямо сейчас, вот буквально в эти минуты, я так понимаю, что проходят пикеты перед зданием правительства. Как раз вышел одиночный пикетчик, бывший сотрудник сферы общепита, которому пришлось уволиться. Расскажу чуть-чуть попозже. У нас на связи Соня Демина, по-моему. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Соня, привет. Слушай, вот такой вопрос. Я знаю, что ты человек достаточно молодой, контактный. Она тебя в контактах тут, знаешь, как написала? Молодежь-молодежь. Молодежь-молодежь, да. Вот. Для людей твоего поколения, твоего круга, твоих знакомых, твоих друзей, закрытие общепита на три месяца. Это такая проблема или все-таки нет? Ну, как? Это много раз проблема. Во-первых, кроме того, что мы посетители всех этих мест, но еще молодые люди, как правило, работают в таких местах. Ну, то есть у нас не принято, чтобы, там, не знаю, официантами были люди старше 40 лет. Поэтому это часто студенты. И, ну да, можно сказать, что молодых ребят поддерживают родители, но не всех. И, ну, официанты полетели как-то первыми. Ну, либо под сокращение, либо все равно, ну, без чаевых там очень мало что остается. И поэтому, конечно, это первый грустный момент. А второй грустный момент, что, ну, вот пройдитесь по набережной. На самом деле там так много людей сейчас в эти теплые дни. И они так близко друг к другу ходят. И так много машин там встает с какими-нибудь кальянами. Что встает вопрос, почему бы всем свои попы не посадить просто на дистанции, ну, на дистанции на какой-то вот в кафе. Не приносить пользу к кафе и при этом не сидеть спокойно, тихо, вот там вот где-нибудь с такими же, ну, небольшими компаниями. Там подвое, потрое. Собственно говоря, как все и гуляют. По крайней мере, в кафе хотя бы температуру измерят у всех перед тем, как они сядут, да, на социально безопасной дистанции. А на набережной никто температуру прогуливающихся не меряет. Ну, и да, и просто очень грустно, если все это закроется, в итоге ничего не откроется. Где мы будем потом-то, не знаю, сидеть, вечеринки проводить, праздновать все. То есть это становится страшно, что если у нас город потеряет всю сферу общепита и какой-нибудь, не знаю, ночной жизни и всего-всего-всего. У них же аренда, ну, осталась прежней у многих. Ну, Соня, смотри, да, если ты говоришь, что, да, какие-то кто-то знакомый где-то там, возможно, лишился работы. Как вообще это происходит? То есть это предприятия, они псевдо, грубо говоря, закрываются, то есть распустили работников на то время, пока действует карантин, и сказали, ребят, вот как только откроемся, мы всех назад там принимаем на работу, опять начинаем арендовать помещение, и все закрутится. Или это какое-то с концами, и люди действительно остались без работы, и вот они сейчас, хоть в ГСЗН обращайся, я не знаю. Ну, на самом деле, я не то чтобы специалист в этом вопросе, я просто слышала, ну, разговоры вокруг, и то, что говорят, что это отпуск по собственному желанию. Но тут же уже объявили некоторые места, что они закрываются официально. Ну, их много, да, даже. А вот сеть арт-кофейн, фабрика, я думаю, что как они объявили о своем банкротстве, они просто сказали, ну, все, спасибо, до свидания. О закрытии, о закрытии. Ну, да, закрытии. Понятно. Соня, вопрос по поводу того, боитесь или не боитесь коронавируса. Если общепит откроют на этой неделе, не знаю, через неделю, вот в Москве 16-го числа открывают веранды, а с 23-го открывают, ну, в нормальном режиме, да, все заведения общепита, пойдешь или нет, там, друзья ваши что говорят, пойдут, не пойдут, страшно, не страшно? Пойдут в масках, я не знаю, в перчатках. Ну, мне кажется, что вот как все люди разные, так и все места общепита, они разные. То есть мы выбираем то место, которое нам приятно, так мы будем выбирать еще то место, которое нам кажется так же безопасно, как мы хотим себя окружить вот той же степенью безопасности. То есть те, кто боятся больше, те пойдут в те места, где столики стоят там в трех метрах друг от друга и вообще там только три стола на весь зал. А кто боится меньше, тот пойдет, ну, не знаю, вот в Донарку, где все рядом там сидят. Ну, и, то есть это зависит от человека. Я не думаю, что прям сильно такая паника-паника, я бы просто смотрела, что там, ну, заботятся люди, раздвинули столы, дезинфицируют что-то. Но вот ходить есть в перчатках и в маске, ну, не знаю, потом почесать рот, и вот все равно у тебя все эти микробы, они с перчаток пришли к тебе в рот. Вот. Понятно. В общем, да, будем взрослыми людьми и будем какие-то разумные меры предосторожности предпринимать. Спасибо большое. Соня Демина, наша коллега, с нами на связи была. Мы сейчас просто, спасибо, Соня, мы сейчас пойдем просто вот по такому пути, телефон наш прямого эфира 211-101, будете звонить, попробуйте пробиться, конечно, да, то есть мы будем сейчас и наших знакомых набирать, и звонки от слушателей будем тоже принимать. Ну, вот смотри, да, тоже то, о чем Соня говорила по поводу того, что страшно, да, что все это может закрыться, это же на самом деле не просто какой-то там страх молодого человека, которому вдруг стало некуда сходить. Это вот то самое удержание молодежи, о котором постоянно говорим, да, то есть если у тебя в первую очередь начали закрываться не просто там какие-то столовые, да, грубо говоря, где поесть, если у тебя в первую очередь начал закрываться там тот же самый конструктор-практик, да, место притяжения молодежи, то одно дело закрытая столовая, а другое дело место, где собирается молодежь, где образуются какие-то точки там по интересам, еще чего-то. То есть то, что мы сейчас лишаемся этих мест, наверное, вот это тоже страшно. Ну в этой ситуации выбор-то небольшой, то есть и уехать-то из Кирова некуда, потому что в других городах примерно такая же картина. Ну смотри, это некуда сейчас, да, ну то есть если... А вот если в Москве 16-го числа всё откроется, а у нас не откроется ещё месяц или два, то уже да, то уже вопрос, останутся эти люди в Кирове или нет, учитывая, что коронавирус ещё и осенью нам пророчат. Вот Константин Сичихин с нами на связи, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, так мы Костю обычно представляем. Сегодня мы с ним говорим как с горожанином, как с отцом, да, там. Костя, добрый день. Добрый-добрый день. Добрый день. Скажи, пожалуйста, для тебя закрытие сферы общепита и всё ещё не открытие, насколько проблема большая? Ну для меня основная проблема, это можно сказать, это обеденное время. И вот сейчас, например, в городе пообедать просто-напросто негде ездить, постоянно там в Макдональдс или каким-то чё-что-либо заказывать, но я к этому не привык. Я привык, хорошо, нормально обедать в столовой, в кафе, в ресторане. Но вот сейчас вот такая большая проблема в городе, она существует. Очень-очень существует. Константин, а вот тот вопрос, который мы уже Соне задавали по поводу страха и какой-то опасности перед походом в места общепита, то есть если, например, на следующей неделе всё откроется, как выбирать место, где опасно, безопасно, что там в полном обмундировании заходить или уже просто расслабиться? Ну мы же с вами не боимся ходить в продуктовые магазины на сегодняшний день, да, мы не боимся с вами в какие-то места, там, за сегодняшний день открываются торговые центры, я думаю, что все с удовольствием пойдут там какой-то покупать какой-то непродовольственный товар, да. Да просто погулять. Да, просто погулять. Почему мы должны бояться кафе, почему мы должны бояться точки общепита? Вот на сегодняшний день, если вы куда-либо зайдёте, то я думаю, что не больше 50% людей ходят в масках. Это значит, люди уже не боятся, они уже привыкли к той ситуации, которая существует, да. И бояться нечего, надо просто, ну, элементарные меры предосторожности, руки мыть. Руки мыть. Руки мыть, да. Вот. И всё на сегодняшний день. Что ещё надо-то, как бы, пора открывать, пора давать право общепиту работать. Я как знаю, вот у нас информация идёт на сегодняшний момент, там, в эко-ярмарке общепит никуда не делся, он работает. Говорят, что в администрации города общепит работает уже как минимум три недели столовая. Ну, эти-то столовые они не закрывают, они, наверное, как заводские считаются. Они считаются, да, как столовые на предприятии, и у них там непрерывные циклы. Я думаю, что они поэтому не закрывались с самого начала, наверное, им разрешено было работать. А почему кафе, почему рестораны должны страдать? Это что у нас? Ну, вот смотри... Такое место, что ли, у нас там рассадник вируса. Место концентрации заболевших коронавирусов. Ну, вот Игорь Владимирович говорит, что в общепите будет невозможно проконтролировать вот эти самые пресловутые цепочки заражения. Что значит невозможно? Ну, то есть, ты же... А в продуктовом магазине можно проконтролировать? Вы мне скажите, зайдите в любой большой продуктовый магазин. На рынке. Как там проконтролировать? В продуктовых магазинах-то камера есть. И в общепите везде установлено видеонаблюдение. Там также отбивают чек. А вот на рынок придите. Как там проконтролируешь цепочку заражения на сегодняшний день? Да никак, просто-напросто. Поэтому пора, пора с сегодняшнего дня. Там хоть еще месяц назад надо было открывать общепит и все полностью открывать. Только по той причине, что у нас с вами тенденция заражения, она не меняется уже на протяжении месяца. Она не выше и не ниже. Мы вот как вышли на это плато, так и находимся на этом плато уже больше месяца. Ну да, 70-70. Только максимум, что Москва. Да, Москва, у них темпы меняются. Но Кировская-то область, она на этом плато уже находится больше месяца. И на сегодняшний день запрещать бизнесу работать, ну это варварство просто-напросто. При этом не давая ей какой-либо поддержки. Спасибо, Константин. Да, надеемся, что все-таки общепит откроет. Общепит найдет в себе там силы, найдет возможность обеспечить те условия работы и приема посетителей, которые позволят им работать с максимальным соблюдением всех возможных норм безопасности. Ну тут вот по поводу плато, да, того, что Константин говорил, что мы на него как вышли, так там и остались. Мне кажется, тут еще имеют, играет свою роль вот эти странные игры со статистикой, которые позволяют нам оставаться на этом плато. То есть, условно говоря, если бы раньше у нас в статистике фигурировали 140 новых случаев, это то, что там пишут мои коллеги, да, суммируя эти случаи, то сейчас в официальной статистике 60. 60 и 140 есть. Есть большая разница. Есть один небольшой нюанс. Есть большая, две большие разницы, как говорят. И если, представь себе, если у тебя по каждому региону расхождение 80 человек, то неудивительно, что мы месяц уже сидим на этом плато. Я задавала вопрос нашим экспертам, не может ли связано быть вот это вот введение градации на две разных категории заболевших с предстоящим парадом, голосованием по Конституции и прочее. Зачем-то же нужно, чтобы цифра была меньше. То есть, получается, что сейчас на фоне этих уменьшающихся, якобы уменьшающихся числах, разные регионы вводят какие-то послабления. Потом мы получаем, что опять рост... Подожди, мы сначала провести должны парад и голосование. А вот после первого июля там уже будут смотреть, что... И то есть, у нас опять начнут всех закрывать или что? Ну, то есть, как это будет происходить? А вот это большой вопрос. Бизнес-то мочалить сколько можно таким образом? До бесконечности? Туда-сюда, да. И люди не понимают совершенно, как им жить дальше, потому что вообще-то у всех дети, у всех кредиты, у всех какие-то обязательства, там, пожилые родители, еще кто-то, да. У нас сейчас в нашей ситуации самые стабильные, самые обеспеченные люди — это пенсионеры, получается, да, которые регулярно раз в месяц получают какую-то денежку. Пусть небольшую, но все-таки. А все остальные в состоянии подвешенном. Ну, кроме тех, кто фиксированную зарплату из бюджета получает, например, да. То есть, все, кто работает в сфере бизнеса, так или иначе, они в подвешенном состоянии. Мало того, зависит ведь огромное количество мероприятий, планов и еще чего-то по... Ну, просто вот по организационным каким-то, да, штукам. То есть, образование не работает, сфера доп. образования не работает. Не очень понятно, что с детьми сейчас и с детскими лагерями. Первая смена точно уже нет. Вторую вроде, как обещают, там, с июля, да, и вроде даже готовится. Мне страшно представить, что сейчас происходит в сфере туризма, потому что пока еще даже российские регионы закрыты для перемещения там, да, потому что ты приезжаешь куда-то в Калининград и еще куда-то, по-моему, до сих пор еще есть вот эта история с обсервацией, да. Если у тебя есть место, где ты можешь остановиться, где ты планируешь жить, ты можешь пойти туда, а не ехать в больницу, насколько я понимаю, но ты там должен сидеть две недели. То есть тебя будут приходить и проверять. Ты должен сидеть безвылазно. Приехать в море безвылазно сидеть в гостинице или в арендованной квартире. Это похоже только в тех регионах, которые с морем, потому что, например, в Кировской области это не работает. Но в Кировской области нет. На самом деле там история такая странная. Я тебе сейчас расскажу, какая история. У меня вернулась в Москву на период, пока там суть додела, бывшая одногруппница, очень ответственный человек. Она мне до этого позвонила, узнала, есть ли какой-то обсерватор, что делать. Я ей скинула телефон горячей линии, она все это выяснила, приехала. Она самоизолировалась в своей трехкомнатной квартире одна денешенька. Позвонила на эту горячую линию. Ей сказали, что к ней придут на третий и какой, десятый или одиннадцатый день. Взяли ее на карандаш. Никто не пришел. Через несколько дней она мне пишет и говорит, Даша, помоги мне разобраться, ко мне никто не пришел, никаких тестов не берут, никаких телефонов мне не оставили. Она начинает звонить в одно место. Ей говорят, почему вы звоните нам, звоните туда. И эта цепочка, она была бесконечной. В итоге этот круг замкнулся на каком-то регистратуре, откуда ее послали к врачу-инфекционисту, которого она даже не бывала, и он у нее не бывал. В общем, это Москва или Киров? Киров. Это Киров. Сидит человек, да, понятно. И при этом мы говорим о потенциальной опасности общепита. Вот, собственно говоря, сейчас слушательница звонила, принесла нам записочку, возмущена тем, что в общественном транспорте все без масок. Это то, о чем мы вчера с Юлией Шлемензоном говорили. Она жаловалась в Роспотребнадзор, ничего не меняется. Действительно так. Посмотрите, пожалуйста, сколько народу в замкнутом пространстве, в такую жару, едет на непосредственно очень небольшом расстоянии друг от друга, дышит друг на друга, и все без масок. Олег Ткачев с нами на связи, руководитель Кировского центра поддержки НКО. Олег, добрый день. Добрый день. Да, Олег, для вас все еще не открытый общепит. Является проблемой или нет? Вы знаете, это не то чтобы проблема, это не проблема, но это определенное неудобство. И в этом есть опасность такая, и даже отсроченная опасность, как я считаю, для всего общества в целом. Если речь идет о том, чтобы, ну, возможность покушать, покушать можно и дома. То есть это неудобно, но как-то пережить можно. Мне кажется, что в этом есть более существенный фактор. Наши традиции культурные, наши вообще мироощущения строятся на каких-то коллективных вещах, то есть пообщаться с людьми, прийти куда-то. То есть это часть нас. И когда вдруг, благодаря таким обстоятельствам, все это прекратилось, для сознания людей, для их мировоззрения это был определенный шок. И это, я считаю, что очень существенно рушат связи между людьми, привычные каналы коммуникации между людьми, привычные маршруты людей. Чем быстрее все это закончится, тем быстрее люди придут в норму. То есть многие люди просто начинают испытывать какие-то отрицательные эмоции, даже непонятно от чего. То есть не только отсидение дома. Просто весомая часть жизни привычный вклад рушится, вместо него не возникает ничего, появляется агрессия, рушатся социальные связи, и это приводит к дезинтеграции общества в целом. А дальше может покатиться все как снежником. Олег, как вам кажется, если общепит откроют в ближайшую неделю-две, например, насколько, ну давайте просто лично вот там пойдем для вас, например, насколько это будет возможно или невозможно пойти в кафе, в ресторан, еще куда-то, не с точки зрения финансов, а с точки зрения заботы о собственной безопасности. То есть все-таки публичное место. Там народ набежит, наверное, соскучившийся по общению, по приятной музыке и атмосфере. Народу будет много, не страшно? Лично мне не очень страшно. Мне кажется, что, ну не знаю, я могу говорить только о себе. Конечно, есть опасения за людей пожилого возраста, которые находятся в особой группе риска в связи с этим заболеванием. Мне кажется, что молодые здоровые люди, их иммунитет выдержит такую нагрузку. Ну самое главное, чтобы обеспечили, конечно, да, заведение общепита возможное, всевозможные там какие-то нормы там, да, и вещи для соблюдения собственной безопасности. То есть я уж не знаю, как ходить в общепит, конечно, в маске и в перчатках, но как минимум, чтобы измеряли всем температуру, да, на входе. И социальное дистанцирование. И была возможность вымыть руки, да, и чтобы столики стояли подальше. Если речь пойдет о том, чтобы там есть под неусыльным взором там какого-нибудь охранника, чтобы не приближаться, там не разговаривать с соседом и прочее, прочее, то важная функция, важная суть, о которой я говорил, социальные коммуникации, на которые себя взяли, в том числе заведение общепита, она не будет выполнена. То есть вот просто где-то покушать под чьим-то надзором, я лучше, извините, думал. Да. Если все вот эти вот правила будут выполняться с какой-то такой, ну, с фанатизмом, с жестокостью, как это обычно делается, то есть оно смотрелось уже всяких разных картинок из жизни, там, смешных, забавных, там, их пережить можно, но это неприятно. Понятно. Ну, вот, Олег, совершенно верно. Да, Олег, спасибо большое. Совершенно верно. Олег говорит о том, что действительно ведь места, вот эти вот места общепита и кафе и рестораны, это такая, ну, я не знаю, отдушина, что ли, для многих. То есть мы не говорим о том, что туда приходят, чтобы напиваться. Туда люди приходят, они могут чай пить. Ну, это действительно вот разрывы вот этих социальных связей. Вот то, о чём я говорила, там, с местами притяжения молодёжи, да, здесь то же самое. То есть люди, не все же по своей, там, сути, я не знаю, интроверты, да, и то, что... Не каждый любит запереться вечером в домике, да, и то, что люди оказались оторваны, там, от своих друзей, от своих родных, они не встречаются, там, с бабушками, с дедушками, ещё с кем-то. То есть это уже само по себе доставляет, там, какой-то психологический дискомфорт, да. Тут ещё, когда мы так или иначе, там, общество само разделилось, там, на две половины. И по каждому вопросу, там, те, кто в масках, и те, кто без, там, те, кто за, и те, кто против. И то есть это всё постоянно, вот эта агрессия какая-то копится, копится, и выхода-то своего не находит. А у нас что, кстати говоря, с опросом? Сколько там у нас народа голосует? Я тебе скажу, да, у нас опрос, напомню, я был. В Контакте? Да, в группе нашей ВКонтакте. Открыть общепит, и мы не стали особо мудрствовать. Да, нет, 1482 человека проголосовали, да, 1247, и нет, на плохое зрение, 235. Ага. Да, вопрос мы задавали, как открывать кафе или нет, решат на следующую неделю, ну, то есть уже на это губернатор считает, что общепит не может проконтролировать потенциально заражённых людей. Общепит считает, что этого не получается ни у кого, а страдают почему-то они. Да, совершенно верно, и никто не контролирует в продуктовых магазинах. Единственное, что я могу сказать, ну, вот в пользу там этой версии того, что говорит Игорь Васильев, это то, что говорили некоторые врачи, при кратковременном контакте с заражённым ты либо, ну, как бы избежишь заражения, либо у тебя болезнь будет протекать в лёгкой форме. Я не знаю, откуда эта статистика, то есть предположительно говорится о том, что если ты контактировал с заболевшим длительное время, находился долго в одном помещении, живёшь вместе, там, ехал куда-то далеко, там, рядом с этим человеком, ты, ну, это, в общем-то, логично, да, с большей долей вероятности, гораздо большей долей вероятности получишь этот вирус, чем при кратковременном контакте. В этом смысле, конечно, посещение продуктовых магазинов, куда ты там забегаешь на 10-15 минут и бегом-бегом бежишь мимо прилавков, набираешь всё в корзинку, бежишь, оплачиваешь и уходишь, наверное, менее опасно, чем там нахождение в общепите в течение двух-трёх там часов, например. Ну, тут опять же вспоминается общественный транспорт, ну да ладно уже. Общественный транспорт, да. Тут, смотри, мне кажется, ещё, если расценивать там с точки зрения скорейшего там открытия общепита, да, в ближайшую там неделю-две, мне кажется, можно было бы, наконец, начать реализовывать вот этот формат летних кафе, о которых мы постоянно говорим, да, о том, чтобы... Киров к этому совершенно не готов, как выяснилось, совершенно не готов. У нас нет ни площадок свободных. А тут смотри, те ухищрения, на которые предприятия уже пошли, то есть это переводы там и в онлайн, и много-много чего люди делали, чтобы продержаться как-то на плаву, то, возможно, вот тот вот сейчас появится и площадки, и ещё что-то где-то. Может быть, но места нет под эти кафе, места нет, ну, то есть большинство наших кафе, они где? Они же на улицах, то есть они могут всё, что сделать, это выставить пару столиков. Ну, вот смотри, вот рядом с нами вот эта кофейня, да, которая Нью-Йорк, вот они вытащили там какую-то скамейку и один столик. Ну, то есть... Вот уже фактически на тротуаре. Ну, много тут, конечно, человек не сядет, но сколько-то, да, можно попробовать. Вообще в Европе, конечно, умудряются каким-то образом это делать. На улице совершенно, на улочках. Мне кажется, тут это просто вопрос психологии, да, ну, то есть, а чего это я буду сидеть вот где-то здесь вот рядом с тротуаром, а когда сидеть уже негде, возможно, люди опустят уже себя. Вопрос ещё в юридических каких-то вещах, я так понимаю, потому что все эти площадки под летние кафе, вчера Юрий Шлеминзон рассказывал об этом, да, они каким-то образом ведь отторговываются. То есть у нас каждый год администрация города говорит, что вот столько-то площадок под размещение летних кафе, и это всё должно пройти через торги. Это невозможно сделать вот единовременным просто розчерком пера и решением. Раз эти площадки не были выделены, значит, непонятно вообще, как там организовать. Может кафе на прилегающей к его крылечку территории что-то сделать или нет? Вот тут большой вопрос. Мы сейчас уйдём на рекламу. Я напоминаю, номер телефона 211-101. После рекламы будет возможность у вас высказаться. Открывать общепит или не открывать? Соскучились ли вы? Боитесь вы или нет? Продолжаем дневной разворот. Пытались мы тут в перерыве понять логику в действиях Роспотребнадзора и наших властей касательно открытия. Разрешили работать торговым центром, если кто-то новость эту пропустил. Но опять с одной небольшой ремаркой. Работать внутри торговых центров могут помещения меньше 400 квадратных метров. Слушатели, 211-101, если вы понимаете, почему, объясните нам, пожалуйста, потому что мы никак не можем понять, чем маленькое помещение безопаснее большого. Да, даже при том, что в большом помещении может находиться больше человек, чем в маленьком, там, единомоментно, да, всё-таки расстояние-то между этими людьми, оно же больше. Его проще выдержать. Это и общепит, кстати говоря, касается. То есть, если, например, речь идёт об открытии кафе в таком же режиме, там, с градацией по площади или по количеству столиков, то тоже вопрос большой, что безопаснее, маленькая кафушка какая-то, да, с небольшим совершенно зальчиком, либо большой ресторан, где сидит, там, 10 или 20 человек, но на значительном расстоянии друг от друга. Ну, ещё вопрос, да, тоже, вот, опять же, возвращаясь к словам, там, губернатора о возможности или невозможности что-то проконтролировать. Даже сейчас, ну, то есть, не совсем понятно, почему предприятия, которые готовы соблюдать, там, какие-то санитарные нормы, они должны страдать только потому, что условный, там, Иван Иванович что-то нарушает. То есть, я, например, перед каждым эфиром захожу в этот кофе-лайк, уже будем называть, да, добросовестные, там, предприниматели, почему нет, они, правда, запускают только по одному, если пытается зайти кто-то второй, ребята, да, говорят, просят выйти, извиняются, говорят, нет, мы запускаем по одному, у них стоит санитайзер, то есть тут же можно обработать руки, ребята всегда в масках, в перчатках. Почему они не могут работать? Могут. Вот, пожалуйста, это пример, там, ответственного предпринимателя, они контролируют этот вопрос, и это действительно безопасно. Но получается, что если кого-то не открывают, ссылаясь на тех, кто нарушает, это, с одной стороны, понятно, да, то есть лучше никого не открывать, чтобы это не нужно было контролировать. Но, с другой стороны, вы же тот Роспотребнадзор, вы же выполняете в том числе и контрольные функции, ведь правильно? Да. Выполняйте свои функции, выполняйте свою работу. Так они и выполняют. Они пошли с проверками. А, ну да, 200 предприятий обошли. Обошел Роспотребнадзор только за одну неделю. Нашли четыре, по-моему, да? Ну, во всяком случае, на прошлой неделе сообщалось о четырех таких, как бы, значительных нарушениях. Нет, на самом деле понятно, что эта история не денется никуда. Просто к этому надо быть готовыми, и к этому, кстати говоря, надо было готовиться вот с самых первых недель, когда только-только все закрылось. Надо было понимать, вирус не денется никуда. И эти же моменты, вот с летними кафе и площадками, о которых ты говоришь, это все нужно было прорабатывать в апреле, в мае. Это надо было прорабатывать, надо было понимать, что все равно бизнес не может быть закрытым в течение полугода, года. Это значит, что надо будет искать какие-то шаги. Нужно было думать о возможностях, какие-то давать бизнесу, чтобы он мог работать в каких-то условиях. В данном случае, вот хотя бы с этими летними террасами. Хоть как-то, не только на вынос, но хоть как-то. Потому что на вынос, это, конечно, замечательная история. С другой стороны, я вот езжу, например, через Октябрьские проспекты Макдональдс на Октябрьском проспекте, каждый вечер почти, да. И перед Макдональдсом там же есть вот эти столики, которые стоят на улице. Естественно, никто в таком режиме, там, официант, работающий с посетителями, их не обслуживает. Но за этими столиками постоянно сидят люди, их немало. То есть там 10-15 человек. Но я вот периодически проезжаю, я вижу, что оттуда почти всегда забирают заказы. Заказы забирают, потому что работает МакАптос, совершенно верно. То есть ты можешь подойти в режиме точно так же, как вот у Бургер Кинга стоит очередь, например, да. Ну, опять же, я вот тут согласна, да, там, с Константином о том, что не для всех это удобно. То есть если с фастфудом это одно, то есть когда мы говорим о фастфуде, ты немного уже привык к тому, что ты там подъехал, забрал, да, какой-то, ну, суп я так не поем, условно говоря, на обеде, да. То есть получается, что весь обед у тебя, вот, он ограничен вот этим вот каким-то там Макдональдсом, донаркой, еще чем-то. Нет, ну, можно заказать, конечно. Есть кафе, которые на вынос делают и которые даже привозят тебе в офис, но просто это... Ну, неудобно. Ну, это и неудобно, и потом просто ты от этого устаешь, если ты все равно ешь из какой-нибудь тарелочки. Ну, вот все, что тобой может в этот момент двигать, наверное, там, через какое-то время, это то, что ты поддерживаешь предпринимателей, да, позволяешь хотя бы какой-то части сотрудников в том кафе или в другом кафе получить небольшую зарплату этому предпринимателю, ты своим заказом и еще там таких сто человек, как ты, позволяете заплатить аренду, например, там, да, или налоги, или какие-то там те же самые страховые взносы за сотрудников, еще что-то. То есть вот тобой двигать только это, потому что, в принципе, там, поедание супа из мисочки в офисе не отличается ничем от супа из кафе и супа, который ты из дома принесешь. Ну, то есть все то же самое. А ведь посещение всех этих заведений, это действительно, это больше все-таки про общение, чем про еду, да, и тем более про выпивку какую-то и еще что-то. Ну, я, кстати, тут вот... Еще ведь детские кафе, вот ведь еще есть сегмент такой, да, вот ты как мама, наверное, ну, я не знаю, вы ходили, не ходили, мне кажется. Я, на самом деле, вот если говорить я, как мама, я уже устала от того, что у меня дети каждый день говорят одно и то же, мама, когда мы пойдем есть пиццу, мама, когда мы пойдем есть пиццу, и вот мы все им объясняем, что... Закажите пиццу домой. Ну, это не то. Для них важен факт вот этого похода, куда-то выбраться, да, и то есть... С одной стороны, да, вроде бы это глупость, да, кто-то послушает и скажет, что ты действительно переживаешь из-за того, что дети не могут сходить поесть пиццу, ну, это вот как раз вот те там социальные связи, тот психологический комфорт, о котором говорил Олег Ткачев, да, то есть, с одной стороны, вроде бы, может быть, на фоне каких-то финансовых неурядиц, эпидемической ситуации, это кажется какой-то там безделицей, да, но если эти проблемы возникают у каждого человека и в обществе в целом, то получается, что уже, в общем-то, это не такой пустяк. Ну, не пустяк, потому что... По поводу Москвы я хотела сказать, я на самом деле не знала, что в Москве собираются что-то там открывать на следующей неделе. С 16-го числа, вчера вечером Собянин сказал 16-го числа. Потому что там ведь не очень благополучная как-то ситуация. Там вообще история с количеством заболевших, она, конечно, ну, на фоне всех остальных регионов России выглядит устрашающе. Тем не менее, в Москве открываются с 16-го числа летние веранды, а с 23-го числа открываются кафе, ну, в обычном таком формате. У нас слушатель на связи, насколько я понимаю. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и говорите. Владимир. Да, Владимир. Вот. У меня такое вот отношение к этому всему. Смотрите, если мы берем кредит, ну, или у нас есть уже кредит, да, и мы берем следующий кредит для того, чтобы погасить этот кредит, то для меня это вот сейчас вот схожее. Мы откроем эти общепитеты, у нас заболеет больше людей, в итоге мы получим снова закрытие и снова это самое. Может, лучше все-таки переждать какое-то время, может, как-то вот, ну, что-то другое придумать, чем открытие всего этого. Ну, вот смотрите, Владимир, тут общепит, в этом, ваша точка зрения, да, она понятна, и это действительно аргумент. У общепита же вопрос в другом. Почему не работать должны только они? Может быть, тогда мы не работали бы все вместе, и таким образом количество заболевших начинало бы снижаться? Потому что люди никак между собой не контактируют, и эпидемия угасает. А получается, что 90% всех открыли, а страдают 10%. Ну, вы смотрите, все население без вот этого общепита ведь может какое-то время прожить. Я понимаю, что им трудно, я понимаю, что им хочется выжить и быть на плаву, но мы можем прожить без этого общепита. А без других каких-то вещей мы не можем прожить, поэтому надо вот как-то разумно к этому подходить. Да, наверное, какие-то моменты могут быть, там, открываться вот на вынос, там, может, еще как-то поддерживать, там, может, заплатить аренду. Но в итоге-то, если мы все это откроем, и у нас будет, вот как вы говорите, там, ну, было, в автобусах ездят без масок, вот получим это же самое и получим заболеваемость. Мы закрыли население в квартирах, когда у нас было там 5-10 человек по области набиралось больных, а сейчас у нас 140, и мы начинаем открывать. Вот с этой логикой я вообще не вижу нормальных... Логика непонятная. Я с вами согласна, Владимир. Да, но тут видите, какая есть история. То есть вы говорите, ну, давайте еще потерпим, еще посидим, а ведь гарантии нет никакой, что мы посидим, месяц посидим, еще два посидим, потом осень настанет, что осенью не будет второй волны, и кафе, собственно, они не откроются. Гарантия того, что будет вторая волна при таком открытии, она более вероятна, чем то, что мы можем посидеть там месяц или два, как-то. Мы можем гадать, посидим, не посидим, а там уж точно будет, вот, вот, как бы, далеко ходить не надо. Это уже 100% будет. Если мы все это откроем, то будет у нас вторая волна, и третья волна, и, наверное, более серьезная, чем вот сейчас на самом деле. То есть, Владимир, да, поняли вас, ваше мнение против открытия общепита. Ну, это да, как бы, этот аргумент, этот аргумент, он звучит. Единственное, что мне, наверное, тут такую ремарку хотелось бы сделать. Почему-то, когда каждый раз говорят, ну, то есть, до этого говорили про бьюти-сферу, да, которая тоже долгое время была закрыта, сейчас об общепит, всегда говорят о каких-то гипотетических они. Ну, то есть, вот, они могут потерпеть, да, им сейчас тяжело. А они, это ваши соседи, да. Это ты, это я, да. То есть, это не какие-то люди непонятные, не знаю, инопланетяне, которые, вот они там оказались, и они с этим борются. Это мы. Это не они, это мы. В этой ситуации оказались все мы. Мы оказались без работы, нас увольняют. Нам непонятно, где искать работу. Это нам не дает, государство не дает никаких практических гарантий. Это мы вынуждены сидеть месяцами без работы. Не они, мы. Наша коллега Вера Городничева должна была выйти с нами на связь, но вот не успели, мы до Веры дозвониться, мало остается времени, не буду уже ее тревожить. Должна сказать, что, что мне сказала Вера. Я задавала ей вопрос. Вера человек, который, ну, вот эту культуру именно там общения, да, но в том числе в кафе поддерживала немножко, да. Я видела ее фотографии, она любила встречаться с друзьями где-то, да. Я спросила, как, но поскольку, поскольку вот Вера недавно стала мамой, да, она говорит, а мне сейчас наоборот хорошо, потому что вот эти вот все... Я сижу, вы все сидите. Нет, нет, не так, не так. Все те рестораны, в которые там она любила ходить, те кафе, в которых она любила бывать, они сейчас делали доставку. То есть есть возможность там оставаться на связи со своими любимыми местами до проведения досуга и получать ту кухню, которой ты там привык, которую ты любишь. И тоже поддерживать, кстати говоря, таким образом бизнес. Я не знаю, я Владимира понимаю, конечно, все мы этого боимся. Но здесь нет какого-то однозначного ответа на этот вопрос. Гарантия, что если мы посидим еще два или три месяца, там, да, мы не придем опять же к тому самому, что у нас было в начале, когда рост заболеваемости, потому что остальное ты ведь все не закроешь. Невозможно выключить экономику и закрыть всех людей там на клюшку дома. И все, что делать, это... Уходя, гасите свет. Роботы, развозящие продукты, и все. А ведь кто-то же должен эти продукты производить, и кто-то должен делать, там, не знаю, твой любимый смузи, в конце концов. Завершаем на этом дневной разворот. Я очень надеюсь, что общепи туда дадут работать. Хоть как-то. Спасибо.